Мегафон. Написать жалобу. У физических и юридических абонентов российского оператора мобильной связи Мегафон после ли подключения в процессе пользования услугами. Организации могут возникнуть спорные вопросы требующие решения. Это может быть нарушенное право или неправомерно списанное с мобильного счета деньги и многое другое. В. Мегафон. Написать жалобу можно несколькими способами. Выбор зависит от характера проблемы удобства и реакции компании на обращение. Основания для жалобы на Мегафон. У многих абонентов возникает необходимость защитить или восстановить свои права, нарушенные действием, бездействием работников этого мобильного оператора. Основаниями для подачи жалоб обращений чаще всего становятся регулярное отсутствие связи. Менеджеры компании навязывают дополнительные ненужные клиенты услуги, рассылка рекламных спам сообщений от имени оператора, непозволительно низкий уровень качества услуг оказания. Сервисных услуг производится, но не в волном объеме или по незаконно завышенным тарифам. Финансовый отдел Мегафона производит неправомерное снятие денежных средств. Сайт Мегафона. По этой причине, если разговор с оператором не клеится, либо на письменное заявление нет реакции, следует сразу идти с жалобы в другие инстанции. Офис Мегафона. Виды жалоб на Мегафон. Чтобы сообщить организации Мегафона о нарушении правок, существует несколько способов написания заявления лично в одном из офисов и представительств. Описание жалобы на официальном сайте Мегафон. РУ. Обращение в Роспотребнадзор, Роскомнадзор, Судпрокуратуру. Степень сложности и нестандартности проблемы недовольного клиента может подсказать, как следует действовать. При получении отказа после обращения в устной форме по телефону или после написания заявки можно переходить к следующему этапу. Обращение в службы защиты потребителей, государственные контролирующие органы. Если это не помогло или объемы нанесенного ущерба великие, потребуется судебное разбирательство или обращение в прокуратуру. Куда рисовать жалобу на «Мегафон» первую очередь. Служба защиты прав потребителей по неписанным правилам приличия и логики сразу после обнаружения проблемы абонент мобильной связи. Обязана повестить о ее наличии саму компанию. Это значит, что в первую очередь нужно обращаться к оператору или к менеджеру в офис. При невозможности решить проблему с менеджером стоит написать заявление на имя начальства, директора, регионального представителя. Ополнительная информация. Если у соседа возник неразрешимый спор с компанией, это не значит, что та же ситуация повторится с другим клиентом «Мегафона». Как правильно написать претензию в «Мегафон»? Так как конкретных жастких требований для написания претензий законодательством не предусмотрено для правильной подачи жалобы в компанию. «Мегафон» нужно лишь учесть несколько несложных правил. В заявлении должны быть такие пункты – блоки информации, адресат и его данные, наименование организации, должность и имя сотрудника, к которому направляется заявление. Информация про лицо заявителя, фамилия, имя, отчество, адрес проживания, номер телефона. Данные про заключенный с компанией договор. Норпункт пункты, которого был нарушен с номером контракта, необходимо также указать дату его заключения. Название составляемого документа посередине листа нужно указать, например, жалоба на «Мегафон», претензия или заявление. Основной текст излагается суть нарушений компании «Мегафон», претензия описывается кратко и логично, без эмоционального приукрашивания. И оценочных суждений указываются только факты. Нарушенные нормы права, если есть такая возможность, нужно указать, какие законы, постановления, другие или нормативно-правовые акты, статьи которых были нарушены деятельностью либо бездеятельностью рассматриваемого мобильного оператора. Требования. К написанной вышеуказанным образом жалобе можно даже желательно приложить копии документов, которые доказывают нарушение или подтверждают наличие оплаты услуг, на оказание которых жалуется заявитель. В конце следует поставить дату написания подписи фамилию с инициалами написавшего заявление лица. Важно! К прилагающимся документам могут относиться договоры, чеки, квитанции, другие бумаги. Как пожаловаться на «Мегафон» на его официальном сайте? Чтобы на «Мегафон» оставить жалобу интерактивно онлайн на сайте компании, потребуется зайти на сайт «Мегафона» по ссылке «Мегафон». Выбрать регион местонахождения абонента по умолчанию стоит «Москва и область», но его можно быстро изменить в равном верхнем углу. Выбрать меню «Поддержка» потом «Часто задаваемые вопросы». Примерно посередине открывшейся страницы будет информационный блок под названием «Не нашли ответ». Свяжитесь с нами с тремя вариантами ответов. Выбрать «Напишите нам». В открывшейся форме заполнить тему обращения. Текст указать другую обязательную информацию. Приложить сканы документов, если есть. Ввести проверочные цифры в чекбоксе. Нажать фиолетовую кнопку отправки. Поддержка на сайте «Мегафона». Как жаловаться удаленно? Куда жаловаться на «Мегафон», если вопрос так и не был решен? Вариантов несколько. Роспотребнадзор, Роскомнадзор, ФАС. Как пожаловаться в Роспотребнадзор? Если нарушения, которые были допущены при оказании мобильных услуг, попадают под воздействие закона о защите прав потребителей, а менеджеры и руководство «Мегафона» бездействует, можно обращаться в российскую госслужбу Роспотребнадзор, организацию, которая призвана защищать права потребителей, в том числе потребителей услуг сотовой, мобильной связи. Для правильной подачи такой жалобы нужно обратиться адресно, то есть в отделение службы по месту проживания жалующегося человека или удаленно Роспотребнадзор, РУ, потребуется предоставить заявку в «Мегафон», а также ответ на нее. Важно! Обязательно нужно приложить доказательства нарушения. Это может быть распечатка звонков, файлы аудио или видео, показания свидетелей, если такие есть, выписки о списании средств с мобильного банковского счета, жалобы, оставшиеся без ответа. Жалобы в Роскомнадзор. В эту государственную службу также можно обращаться по поводу неурядиц, произошедших из-за «Мегафона». В организацию заявление может быть подано аналогичным образом путем письменной жалобы и обращения по телефону интернету с оформлением специальной формы на сайте или отправкой на электронную почту, факсом, отправкой письма почтой России. Для интернет-обращения следует зайти по ссылке RKN.gov.ru.news.rs.o.c. Выбрать раздел с обращениями граждан и написать сообщение с кратким изложением сути проблемы. Интернет-жалоба на «Мегафон» в Роскомнадзор. Жалобы в ФАС. В Федеральную антимонопольную службу также есть возможность подать жалобу, тем более, что ФАС уже возбудила большое количество дел на оператора «Мегафон». Однако в это учреждение можно обращаться только если проблема связана с ценами, ценообразованием, либо по поводу рассылки спам-сообщений, а не насчет качества обслуживания или списания денег. Куда жаловаться на «Мегафон» за списание средств? Сначала стоит попробовать по поводу неправомерного списания и обратиться в саун-офис «Мегафона» любым доступным способом. В таком случае потребуются какие-то доказательства подобного нелегитимного поведения оператора. Если в течение 10 дней никакого ответа на заявление не последовало, можно обращаться в специальные госслужбы или в суд с подачей искового заявления. Таким образом, есть большая вероятность вернуть украденные со счета средства. Образец претензий в «Мегафон» на возврат денежных средств. Далее представлен образец, показывающий, как лучше написать жалобу в «Мегафон». Руководителю филиала номер 14 АО «Мегафон» Савинова А. П. Москва, улица Ленина, 25 Ферья, Славовая. Претензия «Я произвел подключение услуг связи с «Мегафоном»» Договор номер нижнее подчеркивание 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 нижнее подчеркив После трех месяцев использования услуг мобильной связи я заметил, что тарифы увеличились в два раза, что является неправомерным действием поставщика сотовых услуг. Так как в результате вышеписанного у меня возникли непреднамеренные денежные затраты, согласно заключенному договору номер нижнее подчеркивание 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 ни Существляет своевольное изменение тарифа в большую сторону. Прошу вернуть разницу в тарифах за весь указанный период. Далеко не все граждане верят, что жалобов на «Мегафон» принесет результат, поэтому предпочитают никуда не обращаться. Однако при правильном подходе к процедуре оператор не только устранит проблему, но и компенсирует ущерб.